Молодой парень, назовем его Богдан, ибо точное имя неизвестно, возвращался к себе домой. Он вызвал лифт и поднялся на пятый этаж. Выйдя из дверей, он едва не упал от неожиданности. Прямо на площадке под стеной лежал мокроватый серый комок, издававший тихие скрипящие звуки. Богдан присел на корточке перед странной находкой. Как эта животинка тут очутилась? Где его мать? И хвост? Ведь правда, почему откушен хвост? И главное, что делать с этим крысенышем? Просто оставить крыску валяться на полу он не мог. Завернув найденыша в бумажку, Богдан занес его в квартиру. Мелькнула шальная мысль бросить его в унитаз, ведь говорят, что крысы умеют жить в канализации, а нет, так пусть тонет. Однако рука не поднялась уничтожить маленькую, пусть и крысиную жизнь. Проклиная себя за малодушие и заранее предчувствуя скандал с женой, Богдан сунул ладонь со зверьком в раковину и включил теплую водичку. Малыш дернулся несколько раз, а потом блаженно затих, радуясь, что по голому пузику стекает вода. Богдан не решил сомылить или тереть крысенка, уж очень хрупким он выглядел. Парень только следил, чтобы в нос ему не попадали брызги и ватными палочками протирал крохотную слепую мордашку по окончании процедуры. Богдан завернул найденыша в одну из своих маек и понес на кухню. Чем бы покормить? Понятно, что первая мысль была о молоке. У новоявленного хозяина малыша раньше бывали котята, которых он выхаживал с первых дней жизни, поэтому уверенным движением Богдан подогрел пакетированное молоко, набрал его в пипетку и по капле стал впрыскивать в рот крысенка. Тот сразу оживился, заработал челюстями, но после пары порций замедлился и тихо уснул, смешно посапывая носом. Через два часа процедура кормления повторилась, а через неделю малыш заметно поправился, неплохо зарос шерсткой и похорошел. Богдан в уме называл зверька Лаки, он действительно был счастливчиком, ему повезло, что он остался в живых, повезло, что его нашел именно хозяин и повезло, что их обоих жена не выгнала из дома, хотя и пыталась. Однако вслух все домашние звали питомца не Лаки, а просто Крысь. И вот теперь, через год, Богдан пользуется огромной популярностью среди знакомых, когда он, водрузив на шею шикарный соболиный воротник, выходит на улицу. Отбой от желающих погладить и потискать просто не бывает. Да, Крысь оказался соболем. Откуда в подъезде жилого дома на пятом этаже мог появиться новорожденный детеныш Баргузинского соболя, не знает никто. Богдан давно уже обошел всех соседей, измучил бомжей в округе и излазил интернет вдоль и поперек, загадка осталась загадкой. Но она не мешает теплому и мягкому воротнику безумно любить своего хозяина, в воспитательных целях покусывая того за ухо. Как не мешает наслаждаться жизнью и отсутствие у животного части задней лапки. И это тоже еще одна загадка. Из-за этого красавец быстро устает, когда скачет за голубями через сугробы, и вынужден часто карабкаться хозяину на руки и отдыхать. Но по сравнению с большой любовью и дружбой человека с животным это все мелочи. Главное они вместе, за что Богдан не устает благодарить судьбу, не давшую ему совершить ошибку и пройти мимо такого необычного подарка свыше.